Распасовка руками, мяч на земле, теперь в игру вступают ноги. Таковы правила киллы древней русской игры, напоминающие смешение элементов рэгби, футбола и борьбы. Если мяч в воздухе, игра руками, на земле – ногами. Игроки могут хватать друг друга, валить на землю, главное – никаких ударов кулаками и ногами. В килле нету команд, есть ватаги, вместо капитана – атаман. Игровой период в килле именуют схваткой, побеждает тот, кто захватит город, то есть пересечет границу противоположной половины поля с мячом в руках. Кила не была простой забавой, с ее помощью крестьяне могли решать спорные вопросы, а именно выяснять, где чьи рыболовные тони – рыбные места. Такая традиция бытовала и в Зоонежье, но на этот раз вместо крестьян в схватке принимают участие сотрудники Музея Кижи и представители Российской Федерации Килы. Поскольку сегодня мы играем в киллу на территории этнографического музея, мы должны выглядеть этнографически правильно, а значит, вместо привычной формы килистов на нас крестьянские рубахи, пояс и кирзовые сапоги. Первое упоминание киллы появляется в 1862 году. Тогда игра бытовала преимущественно на русском севере и северо-западе. В 21 веке кила обрела свою вторую жизнь. Дмитрий Черняк совместно с группой энтузиастов на основе принципов старинной игры создал свой свод правил обновленной киллы. В 2014 была проведена первая за десятилетие официальная игра в киллу, а в 2015 в целях развития и популяризации этого вида спорта Дмитрий основал межрегиональную общественную организацию «Федерация киллы». Мы проводим и организуем турниры по килле, турниры, мастер-классы, семинары, лекции. То есть мы знакомим, стараемся максимально широко знакомить людей с этой игрой. Также мы помогаем, мы проводим открытые тренировки, то есть помогаем людям войти в этот мир киллы и начать заниматься киллой. Плюс мы разрабатываем методику тренировок, мы ведем в том числе и совместно с нашими партнерами научную деятельность. То есть мы продолжаем изучать киллу как феномен русской культуры. На острове Кижи килисты гостят ежегодно с 2017-го. Схватки здесь устраивали как летом, так и зимой, впечатляя туристов такой необычной, но захватывающей игрой. Человек попадает в музей и привык видеть, что вот они, экспонаты статично стоят. А здесь мы видим вживую, как все было в прошлом. Вот эти крестьяне, вот эти рыболовные тони, озеро, как у нас. Вот спор решен. То есть действительно килла – это потрясающе органичная часть острова Кижи. Год за годом количество ватак килистов по России растет. Сейчас их более 30. С этим спортом познакомилась и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Кто знает, может в скором будущем в киллу будет играть вся страна, а то и весь мир. Егор Буяло, Служба новостей.